Добрый вечер, в студии Дмитрий Ярошенко. Я и журналисты службы информации расскажем вам о главных событиях округа к этому часу. Гуманитарная помощь. В Нижневартовске собирают посылки для женщин-военнослужащих. 50 килограммов чабреца и драгоценные металлы. Специалисты таможни рассказали, какие запрещенные товары югорчане привозят из-за границы. Гончарная мастерская, бассейн или цех по производству полезных сладостей. В Сургуте мамы-предприниматели презентовали свой бизнес. Расскажем, чей проект победил. В игре завершается голосование за отца года 2022. Покажем истории претендентов на премии. И обо всем подробнее прямо сейчас. В Советском районе проводили мобилизованных добровольцев. Это военнослужащие, у которых есть боевой опыт. Все они отправились в воинские части страны, чтобы пройти обучение и в скором времени пополнить ряды военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Например, Александр Сулимов 9 лет служил на Северном Кавказе, участвовал в боевых операциях и получил звание прапорщика. Одним из первых на пункт сбора прибыл и Михаил Зеров. Он отец десятерых детей. Мобилизации угорчанин не подлежит, поэтому в военкомат отправился по собственной инициативе. У добровольца также есть опыт участия в боевых действиях. Надо, потому что, ну как бы, лучше опытные пускай. Ну, вспомним, что не знаем, но научимся. А дети знают о вашем решении? Ну, они знают, что я пошел, но не знают, что и сам, конечно. Как отреагировали? Да, в принципе, нормально. Старшие пока звонили все там. Ну, удачи, все желаем. Что еще? Мы тоже вам желаем удачи. Спасибо. Очередную партию гуманитарного груза сегодня отправили из Нижнего Артовска. Около двух с половиной тонн предметов первой необходимости собрали сотрудники городских предприятий, детских садов, школ и общественных организаций. Всего с февраля в Артовчане отправили 85 тонн гуманитарной помощи. Кроме того, в городе объявили о сборе посылок для женщин-военнослужащих. Добровольцы откликнулись и начали приносить в пункты приема теплую одежду, нательное белье и предметы личной гигиены. Отмечу, к сбору активно подключилось и сообщество швей Нижневартовского района «Шьем для наших». Именно они и будут формировать женские коробки, да оснащать их специально пошитой одеждой. У нас служат и выполняют долг не только мальчики, но и девочки. И обратились с просьбой помочь нашим девочкам, которые выполняют свой долг. И вот мы решили открыть такой сбор. Место отправки мы, естественно, не можем озвучивать, поэтому, конечно же, непосредственно конкретному батальону мы собираем и передадим. Нижневарчане позвонили на горячую линию по вопросам частичной мобилизации более 11 тысяч раз. Напомню, служба работает на базе центра «Открытый регион». Жители округа могут обращаться туда по номеру 122. Телефон работает круглосуточно. Среди наиболее часто задаваемых вопросов – есть ли запрет на выезд за пределы региона и какой алгоритм действий при получении повестки. Кроме того, работодатели звонят по поводу оформления брони на своих сотрудников. Сейчас в службу обращается 200-300 человек в день. Отмечу, пик был в конце сентября. Тогда за сутки поступало более полутора тысяч звонков. В окружном департаменте образования разъяснили, как дети мобилизованных югорчан могут получить бесплатное двухразовое питание в школе. Такая льгота действует с 1 октября. Родителям нужно написать заявление. Специальные формы размещены на официальных сайтах школ. Никаких дополнительных справок и документов из военкомата не потребуется. Как рассказали в департаменте образования, первые заявления от родителей уже начали поступать в школы. К слову, решение о назначении льготы будет приниматься в течение суток. Всю необходимую информацию также разместят на сайтах образовательных организаций и доведут до сведения родителей. Не нужно собирать никаких справок, приносить никаких подтверждений, так как эта мера обязательно должна быть подтверждена заявлением. Единственное, что нужно сделать, написать заявление. Форма этого заявления размещена на сайтах образовательных организаций, она единая для любой льготной категории. Нужно просто принести в образовательную организацию заявление о том, что вы хотите получать такую льготу. В Белоруссии высадили сад мира с землей из Югры. Ее привезли участники медиа-экспедиции «Победа в наших сердцах» во время автопробега на ретроавтомобилях. Он проходил по городам России и Республики Беларусь этим летом. Ключевой точкой экспедиции стала деревня Почтовая Глинка. Здесь, на берегу реки Сож, находится единственный в мире музей вдов Великой Отечественной войны, который основал историк-краевед Алексей Степаненко. В знак благодарности за радушный прием участники пробега вручили ему патефон и мешочек с землей из Югры. На этой неделе представители Совета ветеранов Кармянского района и Республиканского союза молодежи решили разбить на территории музея «Вишневый сад мира». Во время посадки в лунке подсыпали подаренную югорчанами землю. Вот подсыпаем ее. Вот она уже остатки. Так что в белорусской земле будет и югорская земля. Это весной уже мы увидим, наверное, плоды нашего труда. Спасибо медиаэкспедиции «Победа в наших сердцах». Это ваш сад. Наталья Комарова пригласила жителей Нижневартовского района обсудить вопросы по развитию муниципалитета. Об этом губернатор написала в социальных сетях. Онлайн-эфир запланирован на субботу, 15 октября. Югорчане могут оставлять свои вопросы и пожелания под анонсирующими постами в аккаунтах главы региона. Например, жители из Лучинска просят помочь в решении вопроса с бездомными животными. Есть те, кто интересуется сносом аварийных домов, благоустройством территорий и строительством новых дорог вблизи школ и детских садов. Стоит отметить, что из Лучинска очно смогут озвучить свои вопросы главе региона. При этом в Новоаганске и Ивате откроют консультационные площадки, где с жителями будут работать сотрудники администрации отраслевых ведомств. В прямом эфире встречу можно будет посмотреть в аккаунтах Натальи Комаровой ВКонтакте, Одноклассниках и группе региона Югра. Начало в 13.30. Далее наша постоянная рубрика Югра онлайн. С 1 января 2023 года югорчане смогут получить универсальное пособие на детей до 17 лет. Об этом во время прямого эфира рассказала директор окружного детсоцразвития Тереза Пономарева. Новое пособие объединит выплаты на детей до 17 лет и выплату для беременных, вставших на учет в ранние сроки. Рассчитывать на него смогут семьи с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека. Кроме того, вместе с универсальным пособием родители смогут получать и средства из материнского капитала на любого ребенка не старше трех лет вне зависимости от очередности рождения. Сейчас деньги могут выделить только на второго ребенка. Мобилизованные югорчане смогут отдать своих питомцев на передержку. Так, на сайте окружной ветеринарной службы опубликован перечень приютов для животных и организаций, которые ищут временных хозяев. Кроме того, на платформе ветслужбы можно ознакомиться со специальной памяткой, которая поможет оформить заявку. Добавлю, что по всем вопросам можно обратиться в единую службу оперативной помощи гражданам по вопросам частичной мобилизации по номеру 122, а также написать обращение в службу поддержки Всероссийского канала «Помощь животных, мобилизованных в Телеграме». Проекты югорчан вышли в финал международной премии «Мы вместе». К слову, наш регион замкнул четверку лидеров по числу финалистов. Впереди только Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Отмечу, что поддержать лучшие социальные проекты земляков жители округа могут на сайте добро.рф с 15 октября по 5 ноября. Победители премии объявят в декабре на международном форуме гражданского участия «Мы вместе», который приурочен к Международному дню волонтера. В Ханты-Мансийске Нива и Ауди не поделили дорогу. ДТП накануне произошло на пересечении улицы Луговая и переулка Апрельский. По предварительной информации водитель отечественного автомобиля поворачивал налево, хотя движение на этом участке дороги разрешено только в правую сторону. При этом внедорожник не уступил владельцу иномарки, который ехал по главной дороге. В результате аварии водитель Нивы получил травмы. Всего за сутки на дорогах Югры зарегистрировали три ДТП, в которых пострадали трое. Сотрудники госавтоинспекции задержали восемь пьяных водителей. Пятеро отказались от экспертизы. Два человека повторно сели за руль под градусом. За выезд на полосу встречного движения к ответственности привлекли 72 человека. 49 нарушили правила перевозки детей. В Пытьяхе силовики поймали серийного вора. 25-летний местный житель специализировался на кражах велосипедов. Мужчина проникал в подъезды жилых домов и выносил непристегнутый замками транспорт. Ворованный он выставлял на продажу на сайтах бесплатных объявлений по бросовым ценам. Вычислить его удалось в том числе благодаря этому. На счету велосипедного вора как минимум пять эпизодов. Таможенники Сургута в преддверии профессионального праздника подвели итоги работы. Год у них выдался непростой. В связи с санкциями выросло количество незаконно ввезенных товаров и законно ввезенных автомобилей. Как справляются с нагрузкой таможенники Сургута и кто им в этом помогает, узнала Екатерина Нефедова. Сургутяне стали активно скупать автомобили за границей. С начала года спрос на зарубежные машины вырос 18 раз. Помимо этого увеличилось и количество нарушений при пересечении границы. Например, трое мужчин привезли из Баку в Югру 50 килограммов чабреца. Они пытались убедить таможенников, что пряность купили для личного употребления. Однако специалисты выяснили истинное предназначение. Друзья собирались угощать чаем гостей одного из кафе Нижневартовска. Помимо товаров пищевого происхождения для кафе и ресторанов возились также и принадлежности для столовой. Так один из граждан пытался провести 300 наборов посуды, другой порядка 400 чехлов мягких для стульев. Также имеются случаи ввоза парикмахерских принадлежностей, рекламные продукции. Кроме того, специалисты сургутского таможенного поста отмечают, больше стало случаев, когда жители пытаются вывести из страны валюту. Напомню, в марте этого года президент России Владимир Путин подписал указ о запрете вывоза с территории страны наличной иностранной валюты. Речь о сумме, превышающей 10 тысяч долларов. Если в прошлом году было выгодно всего три таких факта, то на сегодняшний день имеется 22 таких факта, стоимостью превышающей 3,4 миллиона рублей. Не допускают таможенники и провоз в страну наркотиков. Здесь на помощь приходит техника и обученные животные. Например, Альма, русский охотничий спаниель, проверяет на наличие наркотиков весь багаж, который прибывает в Сургут из других стран. А это 799 тонн за 9 месяцев. С использованием собаки изымали сильнодействующие вещества, отправляемые в международных почтовых отправлениях. Там люди, заказывая лекарства, не читают состав. И получается, что вроде как и не хотели, но приобрели биологические добавки какие-то для похудения, которые содержат в себе сильнодействующие вещества. Между прочим, таможенники – тонкие психологи. Общаясь с пассажиром, они сразу могут определить, если человек что-то скрывает. А вот этот инновационный прибор «Контур» покажет весь внутренний мир человека. Сюда помещают только тех лиц, у которых по глазам видно, они что-то скрывают. Этот аппарат работает по принципу рентгена, только с меньшим облучением. Благодаря ему можно определить всех, кто прячет под одеждой или даже в своем теле запрещенные вещества. Или, например, драгоценные металлы. Вот, допустим, внутри полости организма видно, что расположены наркотические изделия. Первый режим и второй режим. Это они где именно расположены? По кишечным. То есть глотал их человек? Да. С начала года лидер по количеству таможенных нарушений в Югре – Сургут. Здесь специалисты фиксируют свыше 90% преступлений. При этом особенностью внешней торговли региона в 2022 году стала переориентация экспортных направлений. Сейчас большинство товаров отправляется на восток, в основном в Китай. Екатерина Нефедова, Алексей Шахмаев, телерадио компания «Югра», Сургут. В Югре наградят отца года 2022. Церемония состоится в Ханты-Мансийске в день отца 16 октября. На ней будут присутствовать номинанты из 21 муниципалитета Югры в режиме онлайн. Напомню, в окружном конкурсе участвуют 5000 мужчин, среди которых есть как многодетные, так и начинающие папы. Проголосовать за них можно на сайте «Отец года РФ». Свой выбор уже сделали почти 190 тысяч угорчан. Победитель народного голосования получит приз в размере 300 тысяч рублей. Остальным торжественно вручат сертификат об участии в конкурсе. Папа добрый, хороший, заботливый, интересный, интеллигентный, музыкальный, игривый, смешной, заботливый. Я уже говорила это. Это самое главное, наверное, да? Да. Наш папа самый классный, самый лучший, и он заслуживает получения премии «Отца года». Отличительная черта, я думаю, что и самая яркая нашего папы в том, что он лучше некоторых мам. Я могу это сказать с уверенностью, потому что он настолько разбирается в детях, это настолько мощная поддержка. Тем временем сегодня в Сургуте подвели итоги федеральной образовательной программы «Мама-предприниматель». Всю неделю участницы из разных муниципалитетов Югры изучали основы и новые веяния сферы бизнеса. Итогом стала презентация собственных проектов. Здесь и мастерская полезных сладостей, и производство элитной бижутерии, и даже бассейн. О том, кто стал победителем конкурса, расскажет Леана Киямова. Бусинка за бусинкой. Так, четырехлетняя Илья помогает маме собирать новое дизайнерское украшение. Анастасия Базарова почти 10 лет создает эксклюзивные колье, серьги и ободки. Занималась любимым делом и в декрете. Сейчас у сургутянки множество заказчиков в Югре и за пределами региона. Это хобби приносит хороший доход. Ради него сургутянка даже оставила основную работу. Это то, что я хочу, что я могу делать, и делаю это с огромным удовольствием. Я это безумно люблю. И мои заказчицы, между прочим, когда открывают коробочки, носят, они говорят, что я чувствую, что это прям особенное украшение. Потому что они делаются с любовью. Анастасия Базарова решила идти дальше. Не просто изготавливать украшения под заказ на дому, но и иметь запас продукции. Для этого планируют открыть свою мастерскую, нанять сотрудников и обучить их ремесло. Сургутянка пришла на образовательную программу «Мама-предприниматель», чтобы узнать о тонкостях работы на рынке. Здесь собрались женщины из разных городов Югры. Это молодые мамы и многодетные, работающие в найме, и те, кто хочет открыть бизнес или возродить закрывшийся. Был период, когда я в бизнесе не участвовала, закрыла его, потому что рожала, была беременная, потом снова рожала. В общем, так я мама четырех детей. Соответственно, в связи с этим я и прекращала деятельность. Это нужно идти со временем, чтобы было легче преподносить себя в обществе, рекламу и то же самое делать. У одних готовый бизнес, у других только идеи. Но каждая готова развиваться. А в течение пяти дней они учились рассчитывать бюджет и прибыль, искать пути продаж. За курс мамы-предприниматели получили знания по менеджменту, финансам и маркетингу. В период, когда большинство подобных тренингов ушли в онлайн, форматы так называемых живых встреч ценятся вдвойне, уверены специалисты. Глубокое подгружение пять дней подряд. Тут идет трансформация еще и личностная. То есть идет работа с сознанием, кроме того, что мы с вами делаем просто механику каких-то упражнений. И вот такие проекты на самом деле это уже лучшее, что осталось с времен оффлайн-тренингов, когда это в классическом варианте у девочек происходит погрушение. Мама-предприниматель – это федеральная образовательная программа. В Югре проходит уже пять лет подряд. За все время в проекте приняли участие больше 130 югорчанок. Больше трети остались в бизнесе. Часть из этих людей пошла еще дальше. Они помимо того, что создали свой собственный бизнес, они еще и масштабировались. То есть это уже не одна какая-то точка, не одно предприятие, а несколько. Все полученные знания югорчанки упаковали в бизнес-проекты. Среди идей – развитие гончарной мастерской, открытие бассейна и социального центра. Жюри оценили экономическую обоснованность, актуальность, потенциал для создания рабочих мест. По итогу лучшим проектом признали мастерскую полезных десертов. Участница из Сентябрьского получила на развитие 100 тысяч рублей. Призовые деньги она потратит на покупку холодильных камер. Леона Кемва, Алексей Шахмаев, телекомпания «Югра», Сургут. В Мордке Кандинского района открыли школьный бульвар. Авторами идеи выступили сами ученики. В феврале этого года они объединились с родителями, чтобы рассказать жителям поселка и классным коллективам о своей задумке. В мессенджерах и соцсетях запустили голосование на название проекта. В итоге школьный бульвар принял участие во втором региональном конкурсе инициативных проектов. Это позволило привлечь средства из окружного бюджета. Теперь здесь благоустроили центральный и внутренний двор, а также аллею из брусчатки. На территории школы организовали террасу для внеурочной деятельности. Школьники советского района сдадут макулатуру. Ученики шести образовательных учреждений присоединились к всероссийской акции «Бум Баттл». Челлендж накануне стартовал по всей стране. Всего за день школьники советского собрали почти пять тонн бумаги. Ежегодно в акции участвуют ученики второй образовательной школы. Ненужную бумагу и картон они приносят в пункт сбора, организованный библиотекой, а на вырученные деньги сотрудники оформляют подписку на детские журналы. Присоединиться к сбору может любой желающий, как лично, так и компаниями. От бумаги надо избавляться грамотно. Поэтому и созданы такие акции, чтобы собрать как можно больше бумаги на переработку ее. Меньше тонны собираем каждый раз. То есть тонна это точно, тонна 200, тонна 400-500 килограмм у нас есть. Участие очень активное. Дети любят подобные акции. Они бегут к родителям, собирают все из дома. Известная мелодия Никола Паганини в Ханты-Мансийске прозвучит по-новому. Музыкальную фантазию Джеймса Барнса сыграет концертный оркестр Югре. Это произведение вошло в новую программу коллектива. На репетиции побывала Анна Шуркевич. И она расскажет о других музыкальных открытиях, которые готовят для зрителей артиста оркестра. Показал пуст среди зрителей, звукорежиссер, художник по свету, но и мы, журналисты. Концертный оркестр Югры готовит новую программу. Это одна из финальных репетиций. И эта программа особенная. Это начало музыкального сезона для наших артистов. Осенний арабеск – это смешение жанров и стилей. Слушатели услышат музыку современных композиторов. Будет и джаз, например, произведение Гордона Гудвина, а также мотивы русских народных песен и даже кавказских. Управляет концертным оркестром Югры московский дирижер Максим Конорев. Сейчас уделит нам пару минут. Максим Анатольевич, как Вы готовили эту программу? В программе же присутствуют совершенно разные произведения по стюйлю, по эпохам. Есть оригинальные произведения, написанные для духового оркестра. Есть переложения. Есть произведения, конкретно относящиеся к слову арабеск. Так и называется. Арабеск. Хазос, связанные, естественно, с арабскими мелодиями. Есть в программе вариация на тему русской музыки, русской песни. Насколько это будет похоже вообще на русскую народную музыку? Фома и Рёма – это имена двух клоунов. И в этом произведении использованы русские народные темы. Коробейники, цыганочка. То есть зрители слышат? Конечно. Ну, Вы уже поработали с нашим оркестром. Как впечатления первые? Впечатления очень хорошие. Гибкие музыканты, интересные, заинтересованные, инициативные. И очень интересно работать. Посмотреть, есть отклик некоторый. Посмотрим, что получится, как воспримет публика, как зал. Надеюсь, что у нас всё пройдёт хорошо. Приглашаю всех на наш концерт. Спасибо большое. Успехов Вам. Больше Вас не отвлекают. Спасибо. Будете добрать. Тридцать чёртого цикла. Спасибо. Вратарь Югры Никита Подскребалин номинирован на звание игрока дня ВХЛ. В шорт-лист югорский «Страж ворот» попал после матча с «Ишсталью», который подопечный Эдуарда Занковца выиграли со счётом 3-2. А Никита совершил 29 сейфов, что составило 93,5% отражённых бросков. Но победа Югре далась нелегко. В первом периоде Артём Антипов вывел команду вперёд. Во втором игровом отрезке Александр Акмальдинов увеличил отрыв в счёте. Хозяева льда начали отвечать только в третьем периоде. Они забросили дважды, но югорчан уже было не догнать. Итог противостояния, напомню, 3-2. Югра одержала пятую победу подряд и осталась на первом месте в турнирной таблице ВХЛ. В активе команды 24 очка. Следить за новостями телеканала Югра можно в Телеграме и ВКонтакте. У меня на этом пока всё. Будьте в форме, не сходите с дистанции. С вами был Дмитрий Ярошенко. До встречи на телеканале Югра. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!